Приветствую вас. Мой ответ окажется вам немножечко не в тему, потому что я, конечно, разберу ваш текст, но поговорить я хотел бы не об этом немножечко. На момент записи данного ответа, моего ответа, у вас было 7 комментариев, 7 ответов моих коллег. И по случайности или по какому-то наитию, может быть умышленно, я этого не знаю, потому что отвечали вам как и новенькие, так и довольно уже те, кто, ну довольно уже опытные, да, довольно уже долго присутствующие здесь, вроде вот Александра Пиленко и Александра Полискула, вот, не знаю, чем это связано, но никто, никто не обратил внимание на то, что, в общем-то, вы уже задавали такой вопрос. Как минимум один раз. А может быть два раза. Там были другие имена, насколько я помню, может быть даже другое имя у вас было, я не уверен в этом. Вот. Но точно совершенно помню, как я разбирал такую же проблему. И по поводу работы, и по поводу, ну по поводу вашей работы, по поводу заработка мужа, и по поводу, значит, близости с вашим мужчиной, по поводу вашей, ну, сексуальности. Вот. Я очень хорошо помню, как я вам на эти вопросы отвечал. И вы знаете, поскольку написано всего один в один, да, даже последовательность проблем, по-моему, такая. Вот. Я хотел бы вас спросить. Зачем вы так делаете? Почему вы так делаете? Для чего вы так делаете? А вы реально хотите проблему свою решить? Или что? Вот. Или, может быть, вам просто нужно как-то вот выговориться. Или что-то в этом роде. Понимаете? Понимаете? То есть, ну вот, ответьте, пожалуйста, сами себе на этот вопрос. Потому что это очень важно. Это очень, очень, очень важный момент. Если вы действительно хотите решить свою проблему. Понимаете? Если вы действительно хотите как-то вот вырваться из этого круга, можно так сказать. Вот. Понимаете? То есть, вы как будто, как будто бы зависли в определенном состоянии, да, вот. И это определенное состояние вас не отпускает. Я могу сказать, какое это состояние, да. Вот. Но пока, наверное, не буду. То есть, пока, 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 пока. Пожалуйста, вот, разберитесь с этим, с этим моментом. Почему вы задаете один и тот же вопрос уже какое-то количество раз, да. То есть, ну вот, на мой взгляд, вы задаете это уже третий раз. Вот. Ну, могу ошибаться. Может быть, второй раз. Вот. Но задаете. И, значит, проблема-то, значит, не решается. А эта проблема не решается, значит, вы не справляетесь с вами, ну, с этой проблемой. Со своей. А раз вы не справляетесь, значит, что? Значит, тогда вы не можете работать над собой. Понимаете? Тогда у вас этого не получается. А если так, то тогда вам не нужно, значит, ну, не нужно тратить на это время. Время вам нужно самой обращаться уже к психологу, да, выбирать себе конкретно специалиста и работать с ним. Понимаете? Вот. Потому что, ну, в противном случае вы просто так и будете на одном месте. Тап-тапс, знаете? Вот. Я не думаю, что это хорошо для вас. То есть, определите для себя вот эти вот моменты, а? Первое, для чего вы задаете, значит, один и тот же вопрос, несколько раз это, кстати, запрещено правилами ресурсов, вот, и, значит, вот, еще один момент, это момент, связанный именно с тем, ну, хотите ли вы решить свою проблему или нет, вот, это, соответственно, два вам первых вопроса, далее, 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 то, что касается вашего, значит, вопроса в целом, тот момент такой, что вы делали из того, что, ну, что вы делали из того, что, например, я вам рекомендовал, вот, именно вы, именно я, что вы делали, вы работали ли вы вот конкретно с тем, что я вам говорил или нет, если нет, то, соответственно, почему, а если да, то, что делали, делали ли что-то, какие результаты, были ли результаты у вас, ну, от того, что вы делали или не было результатов, то есть нужно от всего досталкиваться, понимаете, нужно, как бы, куда подальше идти, понимаете, вот, нужно смотреть вперед, понимаете, вот, вот, это, значит, то, что касается вашей работы. Так, теперь идем мы с вами по, значит, важному тексту, идем, давайте, значит, полтора года назад вышла замуж, сейчас нахожусь в положении, три месяца беременности. В моей жизни не все гладко, я напишу об основных проблемах, которые меня очень терзают. И я бы хотел получить от вас рекомендации по работе над собой. То есть, смотрите, правильно ли я вас понимаю, да, значит, что вам нужна именно работа над собой, то есть вы хотите работать над собой, но хотите работать над собой, вы сами, то есть вы не хотите работать с помощью психолога над собой. То есть, у меня вопрос к вам опять же, ну вот, вы уже пробовали работать над собой, и вот, не получилось. Думаете, что у вас получится сейчас, что заставляет вас так думать, что получится именно сейчас, именно в этот раз. Далее, первая проблема заключается в том, что я безработаю. Вы знаете, Наталья, признаться честно, я не считаю, что безработность – это проблема. Правда в том, что вы можете себе позволить быть безработными. Правда в том, что вы можете не работать, когда вы хотите, вам хочется, вы стремитесь, это да, безусловно. Но, поймите, в момент для другого, вы можете не работать, и вы не работаете. У вас есть возможность не работать, и вы не работаете. Знаете, какая штука? То есть, мотивация, мотивация, работа у вас, мне кажется, она в корне неверная. То есть, для вас проблема, как бы, того, что вы безработные, не в том, что вы действительно не работаете и не развиваетесь, а проблема для вас безработная в том, что вы не приносите денег в семью. Или, можно сказать, не приносите, ну, пользу, может быть, да, ну, семью, не приносите пользу семье. Так вот получается, по факту. А это уже чувство вины, это уже обвинение, обвинение себя, знаете. Это такая, я бы сказал, деструктивная правительство. То есть, если вы себя обвиняете в чем-то, значит, вы себя в чем-то же и не принимаете. Если вы себя в чем-то не принимаете, значит, вы себя отрицаете, ну, что-то в себе отрицаете. Если вы что-то в себе отрицаете, значит, вы не можете принять других людей. И если вы не можете принять других людей, то, соответственно, вы не можете адекватно строить с ними отношения. Потому что нельзя, не принимая себя, да, пытаться принять других. Это невозможно сделать, в принципе. Дальше. Во время учебы я серьезно нигде, нигде не работала, была домашней и инфантильной. Так, ну, смотрите. Здесь уже немножечко ситуация вырисовывается. Значит, вы были домашней и вы были инфантильной. Давайте подумаем. Вы были домашней. Ваша домашняя, она проявлялась как-то. Скорее всего, скорее всего, причиной вашей такой домашнисти стали родители, которые у вас, скорее всего, строгие, ну, относительно строгие. И которые считают, что знают все лучше, лучше вас. Опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь, но необходимо. Вот уже на данном этапе, на этапе того, какой вы были, да, когда учились, разбирать вашу модель поведения. Почему были домашней? Почему вы считаете себя инфантильной? Да, то есть, вы были домашней? Как получается? Вы были домашней, потому что этому способствовали ваши родители. Вот. Но при этом вы считаете себя обесцениваете. Обесцениваете. Как бы. То есть, вот я домашняя была, но я не должна была такой быть. как бы говорить его себе. Понимаете? И это постоянный конфликт у вас, сознание. Постоянно, ну, постоянно противоречит, что, с одной стороны, я должна была быть более активной, а с другой стороны, я домашний. И я привыкла как бы быть домашней, да, привыкла быть, ну, в привязке, например, к родителям, да, допустим. Но, понимаете, что это плохая позиция. Вот. И вот вы мечетесь между потребностью и привычкой быть домашней. Так вот, знаете, ну, домашней женщиной, да, которая домашний уют, домашний очаг, там, еду готовит, за детьми смотрит. Ну, в общем, такая женщина, работайте не должны. Такая женщина просто сидит дома, когда, значит, проводит время с ребенком и так далее. Но вы не такая. Равно же им спорт, вы водите от четырех стен. Ваша домашность – это не ваше. Домашность – это не то, чего вы хотите. Это вопрос. А чего же вы хотите тогда? Что же вам нужно тогда? Понимаете? И вот эти две модели поведения, они в вас сцепленят. Две модели поведения. И эти две модели поведения нужно расцеплять. Откуда взялась первая модель? Откуда взялась вторая модель? Вот. Какую пользу приносит первая модель и какую пользу приносит вторая модель? Чего хотят, например, ваши родители, которые гласно или не гласно стимулировали вас к тому, ну, чтобы вы были домашними. И чего хотите, например, вы, да, или кто-то еще в вашем лице продвигая такую более активную позицию, более активную точку зрения в конвекции жизни. Отсюда, из этих моментов, издовольтся вам на пользу и что во вред, а это соприкасается очень тесно с темой ваших интересов, ваших увлечений, ваших хобби. Значит, исходя из этого, вам нужно будет корректировать свою модель женского поведения. Мою модель женского поведения. Эта модель женского поведения, да, она связана именно с тем, какая вы женщина. Что вы из себя, как женщина, представляете? Что вы из себя, как женщина, как бы, ну, можете нарисовать? И, помимо того, какая вы женщина, вы еще отвечаете на вопрос о том, да, какой вам нужен мужчина. Важен ли этот момент, безусловно? Очень важен. Этот момент очень важен. Его нужно, его нужно разобрать. Обязательно. 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 Смотровилась по специальности. А мыкались, куда брали вообще? Почему? Ну, вот. Что заставляло? Вас? мыкаться, 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 сюда, куда брали, что представляло, мыкаться, зачем мыкались, почему сразу по специальности не шли, стояли в своей работе. Почему, как бы, ну, занижали себя вот так, типа, что куда возьмут, да, и пойду, что это за принижающее отношение к себе такое, откуда оно, это отношение? Принижающее в себе, опять же, понимаете, да, понимаете, какая штука происходит, то есть вы себя занижали, плюс, помимо этого, совершенно не ясно, даже тогда мотивация работает, то есть вы говорите во время учебы нигде не работали, работали. А должны были? Зачем? Мотив был работать во время учебы? Ну, не было мотива работать во время учебы. наверное. А после учебы мотив работать такой был. Для чего? Для денег? Для того, ну, для того, чтобы развиваться, опять же, или для чего? На основе чего ваша вот эта вот постоянная такая профессиональная деятельность движется? что является ее лейтмотивом этой деятельности? Понимаете? Непонятно. Абсолютно. Абсолютно. Опять же. Дальше. Идем. Значит, я специалист по пиаре. Ага, я устроился специалист, но компания резервировала. Я за последние полгода даже вверхап не получил. Абсолютно. Знаете, какая штука? Нужно свои права защищать. Понимаете? Вам никто так просто, да, не отдаст ваши деньги. Как бы. Вот. Свои права нужно защищать. То есть в суд, там нужно было обращаться. Требовать. Иск подаван. А вы этого не делали ничего. И теперь вы как бы жалуетесь, да, как бы высказываете обиду, что а я вот не получила, да, там даже зарплату не получила за полгода. А зачем вы вообще полгода работали за бесплатно? Правильно я понял? За последние полгода даже зарплату не получила. А зачем за полгода работали? Полгода бесплатно, то зачем работали? Мы поработали месяц, поработали два, поставили условия, ушли. Зачем работали? Бесплатно. Опять же вопрос, вопрос. Чего ожидали? Ведь ожидали же чего-то. Скорее всего. Вот. Ну ожидали ведь. Однозначно ожидали. Не могли не ожидать. По крайней мере, я, ну, не верю, что вы не ожидали чего-то. Ожидали, чего-то, как чего-то хотели. Вот. Однозначно. Только, только вот, понимаете, какая штука. Вам никто этого не даст. Как бы. Вам никто не... Еще раз повторю, за вас, за вас, никто делать ничего не будет. Понимаете? На самой брать то, что вот там положено. И все. Только так. Понимаете? По-другому это не будет работать, к сожалению. Вот. А к чему это приводит? То есть вот, ну... К чему приводит, да... Эм... Вот. Такая ваша позиция. Вы вроде как уже увидите. Я надеюсь, что больше такого не повторите. То есть больше вы не сделаете такой ошибки. Вот. Не повторите ее. То есть момент здесь понятный. Я надеюсь. Да? Вы почему-то, значит, не отстаивали свои права. Вот. Вы почему-то, значит, не делали ничего для того, чтобы свои деньги тогда получить. Вот. И... Ожидаете? Или... Ожидали? Лучше сказать. Что... Вам это все придет... Как бы... К тому. Вот. Ну, к сожалению, это так не работает. Дальше. Меня пристроили обладу в госорганизацию. Вот. Опять, как бы, да... Стата такая, что не вы сами, значит, сделали что-то, да. Не вы сами, как-то вот начали работу. а вас пристроили, то есть снова сделали как бы что-то за вас. Ну и у меня к вам вопрос, если вы считаете, что вы были инфантильны, я так понял, что вы считали, что вы были инфантильны. Если вы были инфантильны, то какая вы сейчас? Разве не инфантильны? Не предложаете вы, по сути, перекладывать ответственность себя на вот других людей за ваши проблемы? Вот мне, например, показалось, что именно это вы и делаете, вы продолжаете делать, потому что вас пристроили, соответственно, вас пристроили, скорее всего вы испытывали чувство вины за то, что вас пристроили, а вы не смогли, да, там, ну как-то остаться, зарекомендовать себя и так далее. В конфликт вы не вступали, возможно, по этой же самой причине, не защищали свои интересы, опять же, по этой же самой причине, вероятно, понимаете? Я этого не знаю, я не знаю, как обстояли, как дела обстоят на самом деле, вы об этом не пишете, но тем не менее, тем не менее, вы, если не хотите быть инфантильным, да, вы, если хотите как-то вот, ну, быть взрослым, может быть, да, более взрослым, если хотите быть, вот, то что-то делайте для этого, как-то понимаете, вот. Я, вот, что я сейчас, вот прямо сейчас могу сделать для того, чтобы моя ситуация изменилась, вот, что я могу здесь сделать? там, например, допустим, сменить направление своей деятельности, окей, как вариант, рассмотреть, там, другие формы работы, хорошо, как вариант, как вариант, неплохо, вот, что еще? Знаете, вот это является уже, как бы, взрослым разговором. Знаете, это является взрослым разговором. Дальше. Дальше. Значит, государственные компании, где вы работали, сразу не задалось, я не чувствовал свою нужность этой компании. Ну, момент здесь, конечно, довольно забавный, потому что вы говорите о нужности тем людям, которым вы априори, ну, вообще-то говоря, не нужны. То есть, вы никому не нужны изначально, вас построили сюда по бланку, как вы, на чем основывалось ваше ожидание того, что вы будете чувствовать себя там нужной. Нужность, ценность любой компании нужно заслужить, добиться ценности и значимости своей компании в любой работе. Понимаете? У вас, у вас история такая, что вот, я не чувствовал себя нужной в этой компании, и из-за этого мне было, мне было, как-то, значит, ну, плохо, да? Правильно я понимаю, вам было из-за этого плохо, и вы не чувствовали себя на своем месте. Начальство постоянно менялось, и что у последнего руководителя ко мне всегда были претензии, претензии как бы, какого рода? То есть, это были претензии по работе, или это были, какие претензии вообще? То есть, понимаете, как бы человек, он может иметь к вам претензии, объективно, он может иметь претензии к вам. Это нормально. А просто, какие претензии? По поводу чего? Довольно важный момент. Но вы об этом ничего не пишете. По поводу того, какие претензии были к вам, у начальника вашего. То есть, по сушеству, да, вы ничего не пишете здесь. Только кроме того, что вы говорите такую вещь, значит, что... Хотя я человек совершенно неконфликтный, откуда вы знаете это, часто перерабатывал, старало. А для чего перерабатывали? Для чего старались? Ну, вот. Какую целью это делали вы? Вы зачем перерабатывали? У вас же была какая-то цель, наверное? У вас же был какой-то мотив, какой-то стимул перерабатывать? Вот. Или вы, может быть, именно так хотели себе... Хотели стать ценной? Или вы именно так ожидали, что... что вас будут ценить на работе. Именно таким образом. Свой собственный мотив нужен, понимаете? когда вы делаете что-то сверхурочное. И нужно самостоятельно... Я повторю, самостоятельно нужно... ценить свой труд. Если не будете этого делать вы, этого не будет делать никто. К сожалению. Такова реальность. А нравится вам это и менять? Вот. Такова реальность. И это нужно, опять же, принимать. То есть, если я для чего-то, ради чего-то перерабатываю, то я должна четко понимать, для чего я это делаю, почему я это делаю, и что я хочу в итоге получить. И как еще, ну, другим способом, например, я могу это получить. Опять же. Понимаете? Вот. Дальше идем. А в итоге мне просто сказали уйти, и я ушла. А зачем? Почему ушли? Понимаете ли вы, что это было как-то, ну, вообще незаконно по отношению к вам? Противоправно по отношению к вам? Понимаете ли вы, что это было своего рода злоупотребление? Как бы, как бы, полномочия вашего начальника, может быть, или там, ну, как-то еще. То есть, вот. Такая, такая вещь. Вот. Почему вы позволили себе, позволили, так себя, так с собой вести начальнику? Понимаете? То есть, у вас закрепилась, по сути, такая модель поведения, что каждый, каждый может делать все, что хочет с вами. Захотел, уволил. Захотел, наоборот, не уволил. Ну, это я так. Утрирую, конечно. Вот. Но надеюсь, вы понимаете. Надеюсь, вы понимаете. Дальше. Идем. С тех пор официально нигде не работаю, хотя ищу работу каждый день. Здесь, опять же, повторяю, проблемы мотивации. Вначале искала потенциальности, потом стала искать секретарем, тоже не берут, говорят, что иду туда от безысходности. Знаете, не очень понятно. Вам кто говорит, что вы туда идете от безысходности? Работодатели вам говорят, что вы идете от безысходности? Как бы я все понимаю, но работодателям обычно, вообще-то говоря, плевать. Они ничего такого говорить не будут, вообще-то. Вот. Исходя из этого, мне непонятно, кто вам говорит, что вы идете туда от безысходности? Это ваше право. Идти туда, куда вы хотите. Другое дело, если вы не хотите. Это уже другой вопрос. Потому что, наверно, опять какая-то неточность у вас. Потому что кто-то кому-то говорит, непонятно, что вы, опять же, почему-то прислушиваетесь, к тому, что вам говорят, зачем прислушивайтесь, для чего прислушивайтесь, не используете ли вы это случайно, потому что вам это, ну, как-то вот на пользу. То есть, не используете ли вы это для того, чтобы не работать. То есть, вы понимаете, что работать нужно, но вам не хочется, и вы не работаете таким образом. Знаете, очень на это похоже. Прям очень. Я не знаю, как на самом деле обстоят дела, конечно, но очень похоже на то, что вы просто вот пользуетесь поводом таким, чтобы не работать, например. Дальше. Значит, теперь я и вовсе беременна, меня твердают мысли, что я неудачный. Полагаю, что здесь вопрос связан именно со значимостью вашей. То есть, дело не в том, что вы хотите работать, а дело в том, что вам важно чувствовать свою значимость. Вам хочется быть значимым. Иметь вес в какой-то, ну, в какой-то общественной среде. Иметь вес, друг вам прислушивать, иметь значение и так далее. А в роднице имеет значение, это совсем другое желание. К работе это значение имеет очень маленькое отношение. Где-то, как-то, это, конечно, соприкасается друг с другом. Где-то, как-то, но, поверьте мне, далеко не во всем. И на мой взгляд, на мой взгляд, вы выбрали не совсем верный путь к собственной значимости. Потому что она, собственная значимость, достигается, как я уже сказал, иначе, она достигается путем соответствующего отношения сначала к себе, а потом к другим. Соответствующие отношения к другим. У вас происходит, что вы никак не относитесь к себе, и хотите, чтобы к вам относились лучше. Далее вы начинаете сравнивать себя с другими девушками. И говорите, вот, другие девушки, такой, найдут декрет, получат кучу выплат, а я даже в подгузнике купить ребенку не могу. А почему вы думаете, что именно вам нужно покупать ребенку подгузнику? Почему это вы должны делать, а не, например, ваш муж, допустим? Почему? Откуда у вас такая позиция сравнивать себя с другими людьми? Для чего и зачем вы себя сравниваете? Понимаете ли вы, что успешность других людей связана исключительно с внешним видом? То есть вам кажется, что у людей есть что-то, то, что нужно вам, и именно поэтому, потому что у них есть то, что нужно вам, они, эти люди, кажутся вам более успешными. Только потому, что у них есть то, что нужно вам. Но у этих людей, в свою очередь, есть то, чего, например, нет у вас, и они вам могут точно так же завидовать. Но вместо того, чтобы завидовать, нужно стараться по возможности, конечно, самостоятельно для себя определять, чего же я хочу, что мне нужно, и нужно ли мне то, что я завидую, то, чему я завидую, нужно ли мне это все. Потому что за мной с вами, получается, что вроде бы так, что есть ребенок, и об этом ребенку вы вроде как заботитесь. Заметьте, вроде как заботитесь о ребенке. Почему, почему вроде как, да? Потому что, в действительности, это вы преследуете всю ту же цель, вам хочется быть значимым. И получается, что ребенка вы используете как средство для собственной отношенности. Опять же, вы этого хотите? Нет. Тогда подумайте, что у вас есть. Подумайте, что вы можете дать. Сейчас, на данный момент. И просто дайте это. И все. А вот то чувство, которое доставляет вас переживать по поводу того, что вы не можете, например, купить ребенку подгузники, хотя другие могут. Это, опять же, непринятие себя. Обесценивание себя. Нелюбовь к себе. И здесь внимание. Здесь внимание. Если вы себя не любите, если вы себя недооцениваете, то очень может быть, что ребенка своего вы тоже не сможете обеспечить необходимым количеством любви, ласки и заботы. Ну, потому что у вас этого нет. Потому что вы недополучили этого, видимо, в детстве. Опять же. Опять же. Дальше. Я боюсь, что уже никогда не устроюсь. Так, я боюсь, что уже никуда не устроюсь. А от чего боитесь? От чего боитесь? Откуда страх? Страх вам нужен для того, чтобы избегать ответственности. Как вы говорите, я боюсь, что никуда не устроюсь. Начинаю совершать действия. Начинаю совершать какие-то действия. Далеко не всегда полезные. Далеко не всегда адекватные. И тем самым я ставлю себя в эту позицию. В позицию, когда от меня мало что зависит. Ведь забеременели, что вы, ну, не случайно. А даже если случайно, то, ну, можно сделать аборт. Вот. А у вас, а у вас получается, какая история? Что вы и ребенка в начале, и, значит, переживаете по поводу того, что ведь может его всем обеспечить. Так вы выберите свою позицию собственную. Я хочу ребенка, я готова стать матерью? Или я не готова еще? И буду стараться только. обеспечить его всем необходимым. Понимаете? Вот. Тут тоже момент. Опять же, момент именно вашей болиции, вашего отношения к ситуации в целом. Дома сидеть не могу. Почему? Потому что не принимаете себя. Придумываю кучу увлечений, занимаюсь спотом, либо себя, либо слизь бы себя занять. Вою. От четырех с тем. А нравится-то вам что? Вы придумываете вы себе увлечение, все очень здорово. А нравится-то вам что? Устраивает-то вас что? Привлекает-то вас что? Понимаете? Понимаете? Ага. Не очень, не очень понятно. Значит, ну, то, что вы себе придумываете развлечение, это же не говорит о том, что у вас есть интересы, правильно? Ну, вероятнее всего, нет. Значит, получается, что тем, чем вы занимаетесь, не является вашими настоящими интересами. И у меня к вам только один вопрос. Почему так? И серьезно ли вы думаете, что сможете найти свои интересы вот так, избегая, ну, избегая самой себя? И сможете ли вы ребенку своему дать то, что нужно в такой позиции? Понимаете? Понимаете? Вот. Дальше. Так, это еще ребенок мне родился. Ну да, то есть вы не принимаете себя, и как вы можете принять своего ребенка? Мне стыдно, что я не приношу денег в землю. А должны? Откуда там? У меня содержит муж. А что, это плохо, что он вас содержит? Не должен? Почему? А если не должен содержать ваш муж, то простите, а как тогда получилось, что он за вами ухаживал? Ну, ведь его ухаживание, ведь его отношение к вам, оно изначально и было таким классическим гендерным, я бы сказал. То есть, ну, он за вами ухаживал, вы к нему присматривали, да, позволяли себя любить. Я не очень уверен, что вы его любите, вот. Так это и есть такое отношение, как бы. Именно такое, когда мужчина полностью и целиком содержит свою женщину. А как вы ее считаете, как у нас что-то, как по-вашему? А если мужчина не должен содержать свою женщину, получается, что женщина должна быть какой? Ну, наверное, она должна быть какой-то такой более, ну, более самостоятельной, да, более независимой финансово. Но вы же не такая, у вас же не получилось обрести финансовую независимость, правильно? Значит, мужчина вас и содержит. Тем более, что у вас, на мой взгляд, ну, непонятно отношение к работе, к рабочему процессу. Непонятно, для чего вы работаете, непонятно, зачем вам работать и так далее. Вот. И в этом контексте, опять же, не я. Так вы хотите-то ничего вообще? Вам нужно-то что? О. Понимаете? Если вот такая форма отношений между мужчиной и женщиной вам не нравится, не нравится, поменяйте ее. Вот. Кстати, другой. Вот. Я ничего не добилась, я никто в профессиональном плане. А должны быть, значит, ничего не добились, а ребенок. Как бы. Как бы. Ну вот. Но почему-то, для вас почему-то важно, для вас почему-то важно именно профессиональная реализация. Ну, если она для вас важна, почему вы не работали, когда учились. Если она для вас важна, почему вы, как бы, уходите с работы тогда, если вас только, ну, вот, вас побросят, да, и вы уходите с работы. Вот. Если для вас важна профессиональная реализация, почему она для вас важна, из-за чего она вам так важна, у вас есть какая-то сфера деятельности, у вас есть какое-то направление стремление вашего хобби, с которой вам действительно хочется развиваться? Если да, развивайтесь в ней. В чём проблема? Опять же. Понимаете? Дальше. Пациент себя лью и ругаю. Стяжу своего положения, считаю себя лентяйкой. Ну, вы сами обесцениваете, это очевидно, очевидно вы пытаетесь оправдать чьи-то ожидания. То есть я могу очень долго рассказывать вам о том, как все должно быть, да? То есть, ну вот, позиции правильные. Но проблема в том, что вы уже себя клюете. Скорее всего, зная, зная, как должно быть правильно. Вот у меня вопрос. Зачем вы себя клюете? Для чего вы это делаете? Какую цель может быть преследуете? А может быть и не преследуете никакой цели, а просто для вас это нормальное состояние. Для вас это нормальное состояние себя постоянно клевать и ругать. Ну, просто потому что вы себя не принимали до конца. Вероятно. Никогда. Вот. И потому что ваши родители, они, вернее всего, тоже вас до конца не принимали. не позволяли вам реализовывать, не позволяли вам как-то проявлять собственную активность. Может быть, занижали вас, может быть, просто говорили, там, ты подожди, там, не надо, там еще придет время, и так далее, и так далее, и так далее. Либо все решали за вас. Это нужно исправлять. Понимаете? Вторая проблема в том, что муж получает очень мало для нашего города. Да, вы говорите, я стяжу своего положения. Положение какое? По отношению к кому? В чем? Где? Вы чувствуете себя лентяйкой. Почему? Как? Что нужно делать, чтобы не чувствовать себя лентяйкой? Ну, вот. Идеальный вариант какой? Вот сами подумайте. Подумайте. Представьте себе. Да. Идеальная ситуация для вас. Идеальная. То есть, ну, вы не лентяйка. Как вы себя чувствуете тогда? Как относятся к вам другие люди? Какие ощущения у вас? Какое восприятие себя? Какое восприятие вас, там, я не знаю, родителями, кем-то другим и так далее? Подумайте об этом. И вы придете к тому, что вам действительно нужно. Вы придете к тому, что для вас действительно актуально и имеет значение. Вот. Далее. Значит. Муж, который мало зарабатывает. Вот. Тут тоже момент. Вы своего мужа, когда вот, ну, принимали, да, когда вы ходили за него замуж, вы знали, что он, ну, столько зарабатывает, вот сколько он зарабатывает? Если знали и приняли, то почему? Если не знали, то когда узнали, почему не ушли? Если знали и приняли, а сейчас, например, не можете принять? Ну, бывает такое, да? Ну, вот. Если знали, но не можете принять сейчас. Что изменилось? Именно в вашем восприятии мужа что изменилось? Ведь что-то изменилось, очевидно. Когда вас стало напрягать, что он мало зарабатывал? Вот. Когда вас это стало беспокоить? В какой момент? Говорили ли вы ему об этом? Вот на конкретные, прямо на конкретные какие-то нужды нет денег. Дальше. Хватает на еду какие-то небольшие развлечения, оплату квартиры и проезд. Ну, у кого-то и на небольшие развлечения не хватает. Почему вам этого мало? Вот в чём вопрос. Нет ли здесь отголоска, я бы сказал, с того же самого желания быть значимой для других людей? Живём мы в квартире моих родителей. У мужа нет квартиры, ни машины. Вы об этом знали, когда выходили за него замуж? Опять вопрос к вам. Если знали и принимали, да, в чём проблема? Всё изменилось. У него хорошие родители, но в плане финансов они нам не помогают вообще. А должностный помогать? Он вроде старается работать, но денег не хватает. А перспектива? То есть Новый год. Вы знали о его перспективе-то? Далее, я мечтаю взять ипотеку, то есть кредит. А зачем ипотека? Знаете, я не собираюсь вас переубеждать, но задумывались ли вы о том, что ипотека это то, что вы делаете сейчас? Вы постоянно претендуете на то, на что у вас нет средств. Вы постоянно хотите взять то, купить, получить то, что вы не можете оплатить. Конкретно подумайте, на что вы способны, на что вы можете рассчитывать и получите это. Понимаете? Если вы хотите счастливую семью, не стоит брать ипотеку. Вот это жизнь в долг, это жизнь в зависимости. Это жизнь по сути, ну, на других людей. Вот. Понимаете? Возьмете квартиру за 3 миллион, платить будете в 2-3 раза больше. Вы этого хотите? Только честно. И опять же, подумайте, где еще проявляется данная ваша модель поведения и восприятия. Я мечтаю взять ипотеку. Для чего? Понятно, ребенок, нужна квартира. Но раньше-то вы об этом почему не думали, когда замуж выходили. Непонятно. Ребенку нужна машина, нужно купить кучу вещей. Так может быть, с 3-го стоило поработать и потом ребенка у него заводить. Вы когда ребенка заводили, вы о чем думали, что все вот это вот нужно на вас свалится? Сразу? Моментально? Или как? Как вы позиционировались, как вы рассчитывали, какие у вас были ожидания? Понимаете ли вы, что эти ожидания, а точнее не оправдание этих ожиданий, сейчас заставляют вас обижаться. Заставляют вас чувствовать негатив. Понимаете? Дальше. Идем. В реальности нам этого нельзя позволить. Мне даже складывается такое ощущение, что вы до сих пор живете где-то в фантазиях. В своих фантазиях. Вы мечтаете. Вы мечтаете взять квартиру. А ипотеку вы мечтаете взять, при том, что вам 28 лет. Вот. Вы мечтаете взять ипотеку. От чего вы берите фантазию? Опять же. Так. Я смотрю на подруг, у них мужья получают намного больше. И у всех есть свое жилье. То есть после свадьбы подруги приехали к мужу. А вам помешал так сделать. Вот вы же знали, что у мужа нет квартиры? Это был ваш выбор. Чем вы руководствовались? Когда выбор делали? Когда держит ставку на своего мужа. В голове есть мысль, что муж ничего не добился, что мы будем жить нищебродом. А для вас важен именно социальный статус, материальное благосостояние? Почему? Недостаточно чего в духовном и эмоциональном плане вы пытаетесь этим компенсировать? Что не принимаете в себе, смотря на других людей, завидуя им? Вообще у меня бывают перепады настроения. Ну перепады настроения это может быть гормональный сбой, гормональные какие-то изменения из-за беременности. Вообще я рекомендую вам с перепадами настроения к врачу конечно обратиться. Чтобы он посмотрел именно на ваши перепады настроения, что они значат и как их можно воспринимать. Потому что еще раз повторю, перепады настроения это довольно серьезные и если вы замечаете, что у вас эти перепады настроения есть, то лучше будет, если вы все-таки именно специалистов покажете с этой проблемой своей. Дальше идем. Я очень хочу ребенка, купила книги по развитию чего беременности серьезно изучаю. Для чего ребенка хотите? Зачем? Если вы его, по вашим словам, не можете не обеспечить ничего. Зачем? Далее. А зачем это искусственность в воспитании ребенка? Книги, развитие, кстати развитие чего? Вот и так далее. Почему не быть просто той мамой, какой вы можете быть для ребенка? Зачем? Эти книги, это рафинированность, воспитание и так далее. То есть, на мой взгляд, это тоже такой довольно важный момент, если мы хотим с вами разобраться в ситуации вашей. Вот. Понимаете, о чем идет речь? То есть, с вами в покупке книг что-то движет. Кстати говоря, книги стоят денег, вы их зачем-то покупаете? Тратьте на них свои деньги. А деньги, опять же, для чего? Потому что деньги не свои, а мужа. Как я понял. Для чего? Зачем? Чтобы что? Что? Книги стоят недешево. Муж Олег тоже мечтает о ребенке, постоянно меня целует, обнимает. Я не знаю, сколько лет вашему мужу, но мечты о ребенке, они у меня как-то плохо коррелируются с тем, что вы живете со своими родителями и вам вообще не обеспечится его зачем. То есть, как будет шить ваш ребенок, как он будет себя обеспечивать, с таким отношением к себе и между вами, ну вот как вы там все далее описываете, у меня загадка. И складывается такое ощущение, что ребенка вы воспринимаете как, ну я не знаю, как средство для сохранения вашей семьи, может быть, для сохранения вашего союза и так далее. Может быть, мы не ссоримся, значит, нам хорошо вместе, часто выбираемся куда-то с друзьями, обсуждаем планы, разговариваем, но часто я срываюсь в классе от бессилия, думаю, что они все ли в порядке с моим браком. А что именно не так, может быть, с вашим браком? Только то, что, может быть, своего мужа вы недолюбливаете, только то, что своего мужа, может быть, вы недооцениваете, то, что вы его принижаете. И то, что муж, может быть, видит у вас именно мать своего ребенка, а не женщину. Или вы боитесь, что это так. Опять же, это ваше восприятие, и как бы разбираться с этим нужно отдельно. Я потеряла девственность поздно, 24 года, почему так поздно, к которому была сильно влюблена. Мы были просто любовниками, я боялась чего-то серьезного. Почему боялись чего-то серьезного? Он был в пыль, и часто плакали из-за него. Плакали из-за него, это обида. Обида, это ожидание. Ожидание, это ваше желание. Вы хотели от него чего-то, чего он вам дать не мог. Зато в постели была страх. Я постоянно его хотел. Мы расстались очень тяжело, год была в депрессии, не хотела жить. Так, а депрессия была диагностирована? Лечение было? Депрессия у вас? Ну вот. От боли одиночества ошибки начинал встречаться с Станем Васем, который меня красиво добивал. Ошибки. Вы себя вините. А вините себя за что? За ошибку? А что вами двигало? В этом поведении? Ошибочно. Он хорошо зарабатывал, но меня к нему не тянул. Причем без деньги. Я была холодна, а он мне совершенно не нравился. Я только была с ним. Ну, для компенсации, я полагаю. Для компенсации боли и одиночества. Но я тебя не принимаю. И не принимаю до сих пор. Во время отношений бегала на свидание с другими парнями. Была в поиске отношений. Во время отношений бегала на свидание с парнями. Была в поиске отношений. Вы сами понимаете, как вот это звучит? Что это не отношения, это ваши амбиции и желания в отношениях. А чего хотели-то через отношения, через мужчин? Чего хотели? И встретила будущего мужа Олежку. Он давно активно ухаживал, а я присматривалась, не бросала в ассоциала, с двумя выбирала. А мы выбирали по каким критериям? Получается, первые два месяца отношения я вообще изменял своему будущему мужу. Нет. Понимаете как, откуда у вас эта установка? Знаете, есть противоречие, что вы не бросали Васю и спали с двумя. И то, что вы теперь говорите, что изменяли своему будущему мужу, но вы не знали, что он ваш будущий муж. Так откуда вот эта противоречие? Знаете, что одна точка зрения сопротивляется, как бы другой точкой зрения у вас. и вы определитесь, как бы, чем вы руководствуетесь в своем поведении. Ну вот. Не могу себе этого простить. Ну правильно, потому что вы не понимаете, чем вы руководствуетесь. Вы забыли смысл. Смысл того, что вы делали, смысл того, ради чего вы это делали. Ради чего спали с двумя. Ради чего присматривались. И чем обусловлен был выбор Васи? В итоге с Васей я рассталась. Олег мне сделал предложение, мы поженились. Мне написано, любите вы его или нет. Стыд меня обучает. До сих пор я изменял Олегу и сделал очень больно Васи. Почему Васи это волнует, если Васи, он знал, что вы его не любите. И Васи знал, что он вам не интересен. Вот. И то, что он указывал за ним, это была его ответственность. Понимаете, у вас нет границ. Где моя граница, где моя ответственность. Где граница и ответственность другого человека. С этим тоже нужно разбираться. Граница с личными. Где я, где ты. Где твоя черта и твое пространство. Где моя черта, где мое пространство. Где твой выбор, где мой выбор. Где я отвечаю за себя, где я отвечаю за себя. И где я отвечаю за тебя. А где ты отвечаешь за себя, и где ты отвечаешь за меня. В каких как бы случаях. Вот это все, это все нужно разбираться. У Вас, родители очевидно, границы Ваши не соблюдали. Олег, у меня хорошо, но нет, здравствуйте. Правильно? Потому что вы его не любите. Вы его выбрали по каким-то другим критериям, которые, в общем-то, ну, Вам были актуальны. Ваши желания с Вами двигаться. Ничего, что бывает больно во время близости. Не могу возбудиться, но это, опять же, связано с эмоциями. Иногда нам уже возникает раздражение. Ну, потому что Вы его не принимаете. Это нормально, Вы все время ждете, что он будет тем, кто Вам нужен, а он не может этим человеком быть. Но с ним я занимаюсь своими делами, работаю, не думаю о нем. У меня не возникает желания на 20 раз в день ему звонить. Не хочу, чтобы наша жизнь превратилась в простое сожительство. Тогда интересуетесь им. Старайтесь его понять, принять. Старайтесь сделать его интересы и предпочтения ближе к себе. И все будет лучше. Я часто боюсь, вдруг ребенок родится нездоровым, вдруг мужчина найдет работу лучше, вдруг я так и останусь дома веке. Ага, ну, это Ваше накручивание. Помощь иметь как физиологическую, так и психологическую природу. Здесь нужно разбираться. В нашей жизни не все плохо. В вашей жизни, в общем-то, все довольно обыденно, как сказал мой коллега. Только нужно немножко поработать с Вашими чувствами, с Вашими желаниями, с Вашим смыслом, границами и моделью женского поведения. Я полагаю, да да, Вы просто будете лучше понимать, что Вам нужно и сможете быть счастливы. Как можно исправить ситуацию? Личные консультации, терапия. Терапия, к сожалению, терапия не быстрая, потому что Вам 28 лет. И я рекомендую Вам уже начать, если хотите здорового ребенка и счастливую жизнь и семью. То я рекомендую Вам наджать работу, а не задавать одни и те же вопросы. Я мечтаю о счастливой семейной жизни. Для чего? Для чего она? О здоровом ребенке. Для чего Вам ребенок? Зачем? О работе по душе. Для чего работа? О стабильных, хороших финансах. Как Вы можете добиться своей безопасности здесь и сейчас. Безопасность это правило. Правило это четкое понимание вреда и пользы себе. Перестаньте делать то, что Вам во время. И будет Вам безопасно. И финансы не будут нужны. На этом все. Надеюсь, что помог Вам. Если у Вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если Вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Желаю Вам всего самого доброго и удачи!